Будет результативно у Зенита, Игорь Кобзарь на подаче 0-0, планер. Динекин на приеме неплохо, первый темп пропускается, Бабкевич решил под себя. В первой зоне Кобзарь, доигровка Политаева, сброс, отлично в защите, дана не в край. И что сделает Динекин? А Динекин просто не может стоить в лукавом отравлен в блоке. Титича, жертву выбрали, Титич, здорово, ну сейчас бы достать, Вышников нет, Фрибол, и надо организовать защиту над сеткой, посмотрим. Кобзарь, первый темп, здорово, Дикарев, высокий мяч Политаев, обман, сброс, Фрибол нет, переходящий мяч, ну и что? Все, неужели мяч попал в площадку, он только разлетел, все как завооруженные стояли, смотрели за полетом мяча, если бы попал он в угол, конечно, он бы туда попал. Давайте еще раз посмотрим, как чудеса ловкости показал Стас Динекин. Титич, сам же Титич, обман, но сейчас бы достать, ну и кто отдаст передачу, передача не очень хорошая, тем не менее в защите Кобзарь, Политаев, с ним пока ничего не удается сделать, передача на Динекина, в защите классно опластается заступов, сейчас от блока в аут, очень мудрый Андрей Титич играет, напомню, что этому игроку 37 лет в исполнении наших гостей Санкт-Петербурга, первую партию они проиграли, до этого три матча в Суперлиге были победы со счетом 3-0. Политаев, переброс, Данани, пока не разобрались, обман там стоит уже Гребенников, играет на приеме неплохо, здорово в Данани, наконец-то в защите помогает, Бабкевич, высокий мяч, 4 по 4 Политаева, но тут без шансов для защитника, отличное начало третьего сета в исполнении новорингойских волейболистов, неплохо в защите, разбор на блоке, подача надвыбита, но мы видим сосредоточенные лица игроков Санкт-Петербурга, Кобзарь, передача в край, на Воронкова, в защите, но неужели достали? Отлично, что дальше? Политаев, первый темп, играть, дальше играть Бабкевич, Бабкевич, здорово, Воронков, Кобзарь, сбросит сам, да, это было видно, это читаемо, и Виталий Дикарев тоже, я думаю, все это прекрасно видел, но немножко примитивно Игорь сыграл, было ясно, но о каком хорош в защите Корнеев, сейчас достал мяч, и под сводами высокие своды у дворца спорта Звездный, два мяча, два-три мяча разделят команды, это, наверное, все понимают, Тихонов, приема нет, Воронков будет что-то придумывать, Яковлев опять передача на Воронкова, еще одна третья передача, но сейчас надо сыграть, ну и в атаке бы сыграть более грамотно, обман, страховка, достали, переброс будет простой слишком, атаку первым темпом сыграли на блоке, неплохо, ничего раз, ну и Политаевым, а с ним ничего поделать нельзя, опять, опять он палочком, вручалочка сегодня у Зенита, ну и надо отметить то, что все-таки здорово, Кобзарь распорядился мячом, показ был в три, отдал в край, разорженный губ, но, конечно, был, смотрит, что Ковальчук, конечно, не успел, а слил внук, Антон, 5-3, снова острая подача, выбитый прием, что придумывает Морозов, ничего, переброс, пластают с игроки, первый темп пытался сыграть очень нестандартно, Кобзарь уже лежа, почти низкий мяч отдал в третью зону, но от этого валют мяча только удлиняется и блокировать этот мяч гораздо легче, пытался на сборость пройти Иван Яковлев и вот эта, ну, такая, скажем, неоправдая, Динейкин, риск, ну, переходящий мяч, Гребенников, здорово, Тихонов, Дананье, дай выше ему, кого выберет, Пайп, дальше играем, достали, да, смотрите, какой интересный эпизод мы с вами наблюдаем, последний Пайп опять, ну, и теперь уже на тройном блоке, Тимофей Тихонов все-таки забивает, 17-16, низковато Бабкевичу в крае, не получилось у него все-таки туда в 4 по 4 сыграть, наверное, все-таки причина опять... Субтитры создавал DimaTorzok